Хорошо, слава Богу! Так чудесно быть в Церкви Божьей! Вам нравится Церковь? Аминь! Слава Богу! И мы сегодня будем говорить тоже о Церкви. У нас мало времени, но я надеюсь успеть сказать главное. Тема, которую я хочу освидеть, она большая. Возможно, надо было сделать бы какой-нибудь тренинг, семинар. Где-то часов 10-15. Чтобы раскрыть эту тему. Но мне таймер показал, минус 10 минут. Время закончилось. 10 минут назад. Но мы постараемся вложиться в то время, которое у нас есть. Скажите, какая самая главная цель Церкви? Кто знает? Кто знает? Ну, все знают. Молодцы, да? Спасать людей от ада. Знаете, есть рай. Есть ад. Кто верит в рай и ад? Все верят. Ну, слава Богу, это хорошо. Я сегодня ехал в такси сюда. И я обычно таксистом проповедую Евангелие. По своему обыкновению. И обычно они принимают. И souvent они решают в предыдущий раз. Когда я проповедовал таксисту. И говорю, вот вам Евангелие. Там еще брошюрочка была. Там новая судьба от Бога. Я говорю, Бог хочет что-то изменить в вашей жизни. Он говорит, вы знаете, я как раз сейчас нахожусь на распутье. И я не знаю, куда мне идти. Я говорю, видите? А Бог знает. И он специально сегодня говорит к вам. Что показать вам правильный путь. И он с радостью принял в Евангелии эту брошюрочку. И я надеюсь, что Бог будет действовать в его жизни. И что-то изменится. Но сегодня таксисту, которым я проповедовал, он не принял благовести. Видно, кто-то его обидел. Он очень жестко оттолкнул. Говорит, я таких, как вы, вообще не люблю. Я говорю, а Бога вы любите? Так, все, свободны. Видно, что кто-то ему неправильно доносил Богу и весть. Что-то было неправильно сказано ему. Но я знаю одно. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. Бог хочет, чтобы никто не попал в ад. Это плохое место. Это действительно что-то плохое. Откуда уже вернуться нельзя. Но Бог хочет, чтобы все попали в рай. И для этого Бог создал церковь. Аминь. Аминь. И самая главная функция церкви. И это была функция большая. У нее есть много разных функций. Но самое главное, это спасать людей от ад. Это спасать людей от института. Аминь. Аминь. И возможно, мы сегодня посмотрим на церковь с другой стороны. И это потому, что мы смотрим на церковь с другой стороны. Возможно, наше традиционное представление о церкви, оно изменится. И это потому, что наша способность в нашей церкви change. И кто задавался вопросом? Если церковь такое хорошее место, почему там еще не все? Кто-нибудь задавался такой вопрос? Есть такие, да, люди? А кто задавался? А как сделать, чтобы там появились все? Есть такие люди, да? Вы нашли ответ на этот вопрос? Еще пока нет, да? Ну, сейчас найдете. Хорошо. И у нас есть там подготовленное видео. И мы сейчас их покажем, но прежде я хотел сказать, что я очень много проповедовал в Евангелии. За свою жизнь я проповедовал лично, наверное, тысячам людей через средства массовой информации десяткам и сотням тысяч. Я не теоретик. Я практик. Я проповедовал в поездах, в больницах, на всяком месте, где можно проповедовать в Евангелии. Последнее таксистом. И я верю, что это должен делать каждый христианин. Но знаете, что я заметил? Что жатвы мало. Вот если бы всем, кому я проповедовал, они бы все покаялись. У нас были бы такие большие церкви. Но этого почему-то не происходит. И я задался вопросом, почему? Я же так хорошо проповедую. Но почему они все не становятся последователями Иисуса Христа? И я нашел ответ. Ответ это ученичество. Если каждый из нас поймет, что каждый из нас является учеником Иисуса Христа. И задача каждого из нас распространять ученичество, не просто благую весть, но созидать новых учеников Христовых. Тогда этот мир быстро изменится. И сегодня я вам это докажу. Давайте посмотрим первое видео. Ученики. Размножение является частью жизни. Еще в детстве мы научились умножению. Мы видим результаты умножения в семье. В бизнесе вместе с отдачей и работой также возможно преумножение. Преумножение – это способность превратить многое в гораздо большее. Иисус, когда был здесь, преумножил хлеб и рыбу. И не только. Он преумножил учеников. Вначале их было 12. Потом стало 70, 120, 500, 3000. И больше. Намного больше. Его приказ такой же сегодня. Идите, научите, крестите и создавайте учеников, а они создадут других. Ученики, которые преумножаются, создают здоровую церковь. Мы хотим, чтобы в церкви было много прихожан или учеников. Прихожанин церкви ждет хлеб и рыбу. Ученик ловит рыбу. Прихожанин зависит от пастора. Ученик помогает пастору. Прихожанин борется, чтобы расти. Ученик борется, чтобы преумножаться. Прихожанин ждет посещения. Ученик посещает. Прихожанин хочет попасть на небо. Ученик хочет попасть на небо не один. Ученики молятся, общаются, сопровождают и поддерживают новых учеников. А все это потому, что ученики не просто прибавляют, ученики приумножают. Так делал Иисус, и так Он хочет, чтобы мы делали сегодня. Аминь! И к чему это может привести? Давайте посмотрим сразу второе видео, сразу, чтобы не переключаться. Хорошо? Вот если все будут учениками, будут делать учеников. Иисус заповедовал, идите, научите все народы. Как же выполнить это великое поручение? Если евангелист будет приводить ко Христу тысячу человек в день. Сколько лет потребуется, чтобы донести Евангелие всему миру? Более чем пятнадцать тысяч лет. А теперь подумайте о духовной зрелости этих новопрощен. Только малая часть из них могут реально возрастать во Христе. А теперь другой пример. Один христианин, назовем его Павел. Возьмет на один год одного ученика. Назовем его Тимофей. И будет наставлять его, пока тот не достигнет духовной зрелости. Во второй год Тимофей начнет передавать опыт своему ученику. В это время Павел возьмет еще одного ученика. А тот еще одного. И он еще принесет друг друга. Сколько в этом случае нужно лишь, чтобы донести Евангелие всему миру? Трицать семь лет. Вот почему Иисус заповедовал не просто приводить людей к Богу, но делать их его учениками. Дело лишь в нашем послушании Христу. Аминь. Вам было интересно? Это интересно? И сегодняшняя тема проповеди. И это это тема предпочтения сегодня. Как спасти всех? Как спасать всех? Или основы ученичества? И основы ученичества? Аллилуйя. Аллилуйя. Теперь мы будем учиться, как это сделать. Мы будем учиться, как это сделать. Давайте посмотрим на эту модель в Писании. Я ничего не придумываю сам. Все уже давно из Библии. Если будем ее внимательно читать, мы это там увидим. Кто любит читать Библию? Аминь. А кто верит в Библию? Аминь. Слава Богу. Давайте почитаем. Первое послание Тимофею. Вторая глава. Деузием версии. С третьего стиха. Троа. Первое послание Тимофею. Вторая глава. С третьего стиха. Премьер Тимофею. Троа. Здесь мы читаем. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Аминь. Написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Скажите все. Аминь. И дальше написано, предавший себя для искупления всех. Скажите всех. Аминь. Бог хочет, чтобы все спаслись. Ваши близкие, друзья, родственники, знакомые. Наш город Гомель. Наша страна Беларусь. Но для этого нужно что-то сделать. Я знаю, что есть христиане, которые прочитали в Писании, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Они говорят, как хорошо. Господь будет прилагать. А я буду отдыхать. Ну, написано, он же сам прилагал. А нам надо расслабиться. И ничего не делать. Бог все сделает сам. Люди сами покаются. Сами научатся. Сами как-то крестятся. И нам ничего делать не надо. И такое представление неправильно. Вообще представление о церкви у всех разное. Кто-то представляет, что это такой храм. Красивый. Великолепный. Там такое звучание, пение. Священник в такой длинной рясе. У кого-то есть представление, что церковь это хорошее место. Куда можно прийти. Ты можешь прийти. Послушать замечательную проповедь. Прекрасное пение. И пойти домой заниматься своими делами. Но так ли Бог смотрит на церковь? Такую ли Он модель задумал изначально? Давайте мы с вами посмотрим. Как поступал Иисус Христос? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея. Четвертая глава. Семнадцатого стиха. По двадцатретий стих. Здесь написано. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев Симона, называемым Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за Мною, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Якова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, подчинивших сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку, и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах, и проповеду Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь, и всякую немощь людях. Аминь. Чем занимался Иисус? Ходил. Ходил в одну сторону, ходил. И там проповедовал. И нашел там рыбака. И говорит, пойдем за мной. Я сделаю тебя ловцом человек. В другое место пошел. И они партия аюр. Нашел еще рыбаков. Говорит, пойдемте за мной. Я сделаю вас ловцами человек. И они вместе с ними пошли. И проповедовали Евангелие. Видят больной, исцелили его. Видят проблема. Решили ее. Правда, эта модель церкви отличается от той модели, которая может у нас в нашем представлении? Христос не сколотил церковь сразу. Не собрал группу прославления. Не украсил ее какими-то изображениями. И не сказал, приходите ко мне. А я буду вас учить. Он пошел к ним. Он пошел туда, где боль. Там, где страдания. Там, где люди идут в ад. Здесь все спасены. Аллилуйя! А вот там, вот тот таксист, он идет в ад. Его надо спасать. Нужно, чтобы кто-то ему проповедовал. Нужно, чтобы кто-то его научил. Я верю, что библейская модель церкви, это модель, когда мы идем к людям. Это когда мы идем в этот мир. Это когда мы являемся посланниками от имени Господня. чтобы исполнить его волю. Вы так как-то недоверчиво смотрите на меня? Вы меня смотрите. Давайте еще почитаем Библию. Я вам в Библии покажу. Я честно, вот только отсюда все беру. Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 9 глава. Матфея, 9. С 35 стиха. И ходил Иисус. Остановите, опять ходил. Чего ему не сидится в церкви, а? Чего он с дерьми ходит? То одних забрал, то вторых забрал. Написано, кинули все эти. Все кинули, пошли за ним, оставили все. Представляете, опять куда-то пошел. Не сидится Иисусу. Пошел по всем городам и селениям. Уча в синагогах их. Проповедуя Евангелие Царства. Исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Видя толпы народа. Он жалился над ними. Что они были изнурены и рассеяны. Как овцы, не имеющиеся. Тогда говорит ученикам своим. Не таким, вот ученикам своим. Говорит, жатвы много. Там где-то жатвы много. А нас, делатели. Мало. Молите, господина, жатвы. Чтобы он выставил делателей. На жатву свою. Иисус что-то понимал. Он понимал. Он понимал. Что он один. К'il есть seul. У него две руки. И он не может успеть везде. Он не может спасти всех. Ему нужны помощники. Ему нужны ученики. Ему нужны последователи. Ему нужны тоже те. Которые куда-то пойдут. Которые пойдут туда. Пойдут туда. И не просто пойдут. А будут находить людей. Будут призывать их. И делать из них. Учеников Христов. И посмотрите, что он дальше сделал. Евангелие от Матфея. Десятая глава. Первый стих. И призвал двенадцать учеников своих. Он дал им власть над нечистыми духами. Чтобы изгонять и врачевать. Всякую болезнь. И всякую немощь. И давайте параллельно посмотрим. Луки десятая глава с первого стиха. Луки десятая глава с первого стиха. После всего избрал Господь и других 70 учеников. Там было двенадцать. Помните, да? Говорит, двенадцать маловато. Двенадцать не справятся. Надо семьдесят. И семьдесят это хорошее число. Пастор Дмитрий, правда семьдесят это хорошее число? Что-то оно значит. Скоро мы к нему придем. Будьте внимательны. И послал их по два. И послал их по два. Пред лицом своим. Взял двенадцать. Мало. Взял семьдесят. И послал их туда, куда сам хотел идти. И дальше мы читаем. И сказал им, жатвы много. Делателей мало. Итак, молите, Господин, жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите. Я посылаю вас, как акцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви. Никого не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему. Если будет сын мира, то почьет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же дом оставайтесь. Ешьте и пейте, что у них есть. Ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город, и примут вас, ешьте там, что предложат. И исцеляйте находившихся в нем больных. И говорите им, приблизилось Царствие Божье. Аминь. И они пошли. Написано, проповедовали. И даже написано, бесы повиновались. Иисус им сказал, не тому радуйте, что бесы повиновятся вам. Но тому радуйте, что имена ваши записаны в книге жизни. И вот это принцип. Принцип ученичества. Ну, скажите, это был Иисус. Это что? Это Иисус. Это мы. Давайте посмотрим, что произошло дальше. Давайте откроем книгу Деяния апостолов. Деяния. Давайте вторую главу. Четвертый стих. До этого мы помним. В Деянии 1.8 Господь сказал. Не отлучайтесь из Иерусалима. Ждите обещанного от Отца. Вы примите Дух Святой. Примите силу. И будете мне свидетелем. В Иерусалиме, Самаре и даже до края земли. Они ждали, ждали. И дождались. Дух Святой сошел. Посмотрите, что было дальше. Вот вторая глава с четвертого стиха. И исполнили все Духа Святого. И начали говорить на иных языках. Как Дух давал им провещевать. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой. И возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие это будет вам известно. И внимайте словам Моим. И он начал проповедовать. И вот последние слова его проповеди. 38 стих. Тот же сказал им. Покайтесь. И докрестится каждый из вас. Во имя Иисуса Христа. Для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. И так, охотно принявшие Слово его крестились. И присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Был же всякий страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе. Имели все общее. Продавали имение, всякую собственность. Разделяли им, посмотрев по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме. И, преломляя под домом хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Аминь. Ничего не изменилось. Ученики приняли силу. И пошли делать то, что сказал им Иисус. Они пошли проповедовать Евангелие. И они продолжали учить. Они проповедовали. Пребывали в учении апостолов. И они пошли дальше. Они дальше пошли проповедовать Евангелие. И смотрите, что дальше происходило. Деяние 6-7. Акто 6-7. И Слово Божье росло. И число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. Число учеников весьма умножалось. Умножалось. Они становились множественными. Скажи, умножалось. И еще одно местописание. Деяние 9-31. Акто 9-31. Церкви же по всей Иудее. Галилея и Самария были в покое, назидаясь, ходя в страхе Господнем. И при утешении от Святого Духа умножались. Скажите, умножались. Аминь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И достигли познания Истины. И Он показал нам модель. И он показал нам модель. Если мы посмотрим в Библии, то мы увидим две модели. Мы увидим две модели. Модель Ветхозаветной Церкви. Это храмовая модель. Это ботинь. Люди собирались в храм. Определенное место. Для поклонения Богу. Там были определенные люди. Которые выполняли определенные действия. Каждый день. Приносили жертвы. Левиты пели. И вот такое храмовое богослужение каждый день происходило. Это такая центробежная модель. Все стекается к центру. К храму поклонения. Но новая заветная модель. Она абсолютно другая. Это другая модель. Все от центра. От Иисуса. От собрания учеников. Расходятся в этот мир. Чтобы там проповедовать Евангелие. Чтобы там проповедовать Евангелие. Чтобы там созидать учеников. Чтобы там спасать людей. Чтобы там распространять принципы Царства Божьего. Чтобы там являть силу Божью. Один проповедник сказал. Часто в наших церквях не проявляется сила Божья. Потому что здесь нет неверующих. Бог, Он подтверждает свою силу. Когда есть кому ее применять. Иисус шел в мир. Он там исцелял. Он там делал чудеса. Он там совершал знамения. Если мы в это поверим. Если мы это примем. Если мы это будем поступать так же. Мы будем поступать так же. Аминь? Аминь. Или не аминь? Аминь. Знаете, есть разные проповеди. Я смотрю на аудиторию. Я понимаю, что приятнее слушать, когда Бог что-то должен тебе. Правда? Он так тебя любит. Он тебя исцеляет. Благословляет. Делает все хорошее для тебя. Но есть другая проповедь. Когда мы должны что-то сделать для Бога. Когда Он хочет, чтобы мы были Его руками. Его ногами. И в этом цели смысл жизни христианина. Я верю. Что из внутреннего. Рождается внешне. А не наоборот. Мы иногда делаем внешнее красивым. Привлекающим. Но часто упускаем внутреннее. А Бог говорит, что изнутри исходит. Сила исходит изнутри. Главное, это начинка. Не оболочка. Аминь. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы увидели начинку Церкви. Ее главную составляющую. Ее главную составляющую. Это ученики Христа. Это ученики Христа. Главная составляющая. Это ученичество. Это ученичество. И если мы это поймем. если это мы примем, если мы научимся это практиковать, то мы увидим чудеса. И когда я вчера готовился, мне попался один интересный пример. И я хотел его вам зачитать. Я думаю, будет интересно. Пастор небольшой церкви в Индии, он попросил лидера, есть такое движение умножающихся учеников. Преподать ему несколько уроков по росту церкви. Он сказал, моя церковь не растет больше 70 прихожан. Пока я нахожу двух-трех новых человек, другие два-три незаметно исчезают. Лидер ответил, что не может помочь ему с ростом церкви, но он может только показать, как из его церкви появится 70 новых церквей. Пастор согласился. Мудрый пастор. В воскресенье лидер проповедовал о великом поручении Иисуса Христа в течение одного часа. После этого был обед. Перед обедом лидер попросил всех разбиться на группы по районам, из которых они приехали. За обедом в группах они должны были обсудить, как они теперь воплотят великое поручение в жизнь в своем районе уже на этой неделе. Неожиданно общение продлилось несколько часов. На следующее воскресенье лидер был уже в другом городе. Но он попросил пастора не проповедовать. Вместо этого люди должны были поделиться тем, что они сделали. Год спустя лидер снова встретил этого пастора. К сожалению, с тех пор он даже забыл думать об этой церкви. Но при встрече он спросил, как эта церковь за 70 человек поживает? Пастор ответил, есть плохая и хорошая новость о моей церкви. Плохая новость, моя церковь закрылась. Мы больше не собираемся. А хорошая, у нас теперь есть 70 домашних церквей. Еще через два года, это было уже 700 домашних церквей. К настоящему моменту, их уже более 3000. Есть уже более 3000 церквей, которые с реальными церквей в двух местах. Чему же такому необычному мог научить этот лидер, тех 70 человек, что не знал этот пастор? Или чего не знаем мы с вами? Это что мы и вы не знаем. Ответ можно написать одним предложением. Он научил их свободе. Он высубрил каждого из этих 70 как царственного священника на служение людям которые еще не знали своего царя. Он наделил их властью и послал их проповедовать исполняя великое поручение Христа. Такая интересная история. Когда я смотрю на нее, думаю, сказка какая-то. Когда я вижу, я думаю, что это слишком сказочно выглядит. Церковь 70 человек, ни рыба, ни мясо, не растут. И тут раз 70 церквей. 70 еглес. Потом 700. Потом 3000. Апре 3000 еглес. Вау! Вау! Ну знаете, я преподавал один предмет. В теологическом институте предмет назывался Рост Церкви. Это называется Рост Церкви. И когда я готовился к этому предмету, я исследовал разные источники. Смотрел разную статистику. Я увидел, что когда мы придем на небеса, нам будет стыдно посмотреть в глаза китайцам. или каким-то восточным христианам. Там каждую неделю открывается одна церковь. Каждую неделю. А у нас, слава Богу, если одна в 10 лет, и хорошо, если она не закроется. Или не уменьшится. И поэтому я понимаю, что у Бога есть план. Он хочет, чтобы мы проповедовали Евангелие. Но чтобы мы не просто проповедовали Евангелие. Чтобы мы проповедовали Евангелие. Созидали новых учеников. Поднимали новых учеников. Я вам скажу, что это сложнее, чем просто проповедовать Евангелие. Тут для некоторых проповедовать Евангелие сложно. А делать учеников это еще сложнее. Но это качественнее. Это долгосрочнее. Это работа на перспективу. Это то, что делал Христос. Это то, что делали апостолы. Это то, как развивалась церковь по всему миру. Это то, как она сегодня продолжает развиваться. Бог не изменился. Есть ограничения в нашем представлении о Боге. Есть наши традиционные представления о церкви. Но есть Слово Божье. Оно истинно. Оно верно. Оно непреложное. И это работает. Знаете, по роду своей деятельности я все время искал возможность, как приобрести больше людей для Господа. Я искал разные методы. Разные способы. Я помню, когда я проповедовал Евангелие. Я понял, что людям дальше надо что-то давать. Их надо чему-то учить. Я еще не знал, что есть альфа-курс. Что есть лайф-курс. Что есть что-то еще. Я придумал свой курс. Он назывался «Три самых главных урока в жизни человека». И я людям объяснял. Первый урок. Кто такой христианин? Это кто? наше традиционное понимание и то, как смотрит Господь. Второй урок была «История церкви». Где я рассказывал, какой была изначальная церковь, во что она превратилась, и какой сегодня хочет видеть Бог церкви. И третий урок назывался «Как быть дальше». Когда ты все узнал, кто такой христианин? Что такое церковь? Какой она должна быть? Следующий шаг «Как быть дальше?» Что нужно сделать, чтобы что-то изменить? Есть много, о чем можно говорить, если не хватит на это время. Но я хочу вам сказать, что Бог не изменился. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания Истины. Бог дает им инструменты, чтобы это достигнуть. Все написано в Библии. Я ничего нового не придумываю. Нам просто научиться нужно это применять. Пересмотреть свое отношение к Богу. К церкви. К ученичеству. И нужно увидеть себя настоящим учеником Иисуса Христа. Который не только думает о себе. О том, что Ему хорошо. Что Ему будет комфортно. И será комфортабль. На том, что хочет Бог. Что Он желает для Своей церкви. Что Он желает делать через Свою церковь. На этой земле. Я верю, что церковь это Ты. Церковь это Я. Церковь это Мы. Церковь это не здание. Церковь это не место. Церковь это объединенные вместе люди. Церковь это объединенные вместе люди. Верующие в Иисуса Христа. Верующие в Иисуса Христа. Являющиеся Его учениками. И готовые продолжить делать дело Христа. Готовые стать Его последователями и учениками. У нас есть с Вами хорошие инструменты. Скоро у нас начинается лайф-курс. Это хорошая возможность. И проповедовать Евангелие людям. И научиться созидать ученичество. Потому что каждый, кто приводит человека. Во-первых, он начинает уже быть учеником Христа. Он за Него молится. Он думает о Нем. Он узнает Его нужды. И он помогает Ему познать Христа. Он приходит вместе с Ним на лайф-курс. Он вместе с Ним сидит. Вместе с Ним кушает. Вместе с Ним слушает. Вместе с Ним дружит. И помогает Ему стать настоящим учеником Иисуса Христа. У нас есть с Вами возможность использовать библейскую модель и те инструменты, которые Бог нам дает. Чтобы проповедовать Евангелие. Чтобы созидать ученичество. это большая тема. Я надеюсь, мы еще о ней поговорим. Но я так хочу. Это желание моего сердца. Верю, как и желание Божьего сердца. чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Давайте мы с Вами встанем и помолимся за это. Аллилуйя, Господь. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты не оставил нас погибать в этом грешном мире. Но Ты настолько возлюбил нас. что Ты пришел. Ты не остался на небесах. Ты спустился к нам грешным людям. Ты пришел не на своих условиях, но Ты смирился, пенев образ раба, став подобными нам. И Ты проповедовал благую весть. Ты рассказывал о Царстве Небесном. Ты призывал к покаянию. И Ты созидал учеников. Ты умножал учеников. Ты создал церковь свою. И сегодня она продолжает действовать. Она продолжает распространять свое влияние на этой земле. Сделай нас, Господь, настоящими учениками Твоими. Которые знают Тебя. Которые любят Тебя. И которые хотят исполнять Твою волю. Которые готовы, как Ты, Господь, смириться и последовать за Тобой. Благослови нас, Отец. Благослови нас видеть, как Ты видишь. Видел вокруг толпы и Ты жалился над ними. Дай нам иметь это сострадание в сердце. Дай нам и любовь в сердце. Дай нам видеть людей, которые идут в ад. сегодня погибают. Которые не видят выхода. И дай нам помочь принять себя как своего Господа и Спасителя. Стать учениками Христа, которые смогут исполнить Твою волю на этой земле. Распространяя дальше пределы Царства Небесного. Созидай новую церковь. Поднимай новых учеников чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Измени нас, Господь. Измени нас, Иисус. Дай нам стать похожими над Себя. Благослови, Господь. Также молюсь за старт Лайф-курса. Я прошу Тебя благослови. Благослови каждого из нас. Чтобы каждый из нас увидел себя учеником, который сможет что-то сделать еще для Господа. Привести хотя бы еще одну душу ко спасению. Научи нас. Дай нам возможность использовать этот инструмент, чтобы проповедовать Евангелие и созидать новых учеников Иисуса Христа. Благодарны Тебе за все. Все даем в Твои руки, веря, что Ты можешь сделать намного больше, о чем мы просим или помышляем. Тебе, единому всемогущему Богу, мы воздаем всю славу, честь и благодарение Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Аминь.